МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Других боевых бронированных машин, две зенитные ракетные системы ПВО сухопутных войск С-300В4, около 5000 образцов автомобильной техники. Военно-воздушные силы получили 142 самолета, из них 53 многоцелевых авиационных комплекса Су-30 и Су-35, 16 Су-34, 28 транспортных и учебных самолетов различных марок, 18 модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 135 вертолётов, среди них 46 боевых и 72 десантно-транспортных, 7 зенитных ракетных комплексов С-400. В состав военно-морского флота поступили атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Северодвинск», большая подводная лодка «Новороссийск», 5 надводных кораблей, 10 боевых катеров различных классов. Есть контакт с подъёмом! В войсках Воздушно-космической обороны на космодроме Плесецк успешно и с опережением сроков завершены работы по возведению стартовых позиций космического ракетного комплекса «Ангара». В июле с него проведён успешный испытательный пуск ракеты лёгкого класса. Завершается подготовка к пуску тяжёлой ракеты. Ракетно-космический комплекс «Ангара» позволит выводить с территории России всю номенклатуру военных спутников на любые типы орбит. При стопроцентной укомплектованности вооружённых сил вооружением и военной техникой в результате выполнения гособоронзаказа оснащённость войск современными образцами по сравнению с 2013 годом в среднем повысилась на 7% и составляет от 26 до 48%. Таким образом, задача, поставленная президентом Российской Федерации по выходу на 30% по ряду видов и родов войск, выполняется с опережением. При этом исправность вооружения и техники доведена до 85%, что на 5% выше результатов прошлого года. Этому способствовало восстановление ремонтных органов в соединениях и воинских частях, рациональное планирование ремонта, сервисных работ и модернизации на предприятиях Минобороны и ОПК, а также возобновление закупок запасных частей. Объём средств на выполнение ремонтных мероприятий по сравнению с прошлым годом вырос в 1,3 раза. Завершена работа по формированию типажа перспективных образцов вооружения и техники, имеющих сходные функциональные и технические характеристики. Это позволит сократить стоимость государственной программы вооружения до 2025 года с 55 до 30 триллионов рублей с сохранением необходимых объёмов оснащения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова